Ко мне много раз обращались люди уже о том, как правильно заполнить декларацию, как заплатить правильно налоги с доходов, которые мы получили от акций иностранных компаний, купленных за доллары на Санкт-Петербургской бирже. И, наконец, я разобрался и обещал рассказать. Сейчас рассказываю. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Мы знаем, что мы, когда покупаем акции за доллары через биржу СПБ, то у нас возникает обязанность заплатить самим, доплатить налог на дивиденды в нашу налоговую инспекцию. Дело в том, что у нас с Соединенными Штатами Америки существует договор об исключении двойного налогообложения, и поэтому надо доплачивать налог. Ну, потому что налог на дивиденды в России 13%, налог на дивиденды в Америке 10%. Вот эту разницу в 3% мы должны заплатить, если мы зарегистрированы в налоговой инспекции в Америке. То есть, если мы подписали формулу W8B. Если мы ее не подписывали, то в Америке нас возьмут 30% налог на дивиденды, и, соответственно, тогда уже ничего доплачивать не надо. Но согласитесь, что 30% налог на дивиденды – это многовато, и совсем не хочется такой налог платить. Поэтому у меня давно подписана уже форма W8B, то есть я зарегистрирован в налоговой в США. Как ее подписать прежде всего? Но для того, чтобы подписать форму W8B, надо прийти лично в офис брокера с паспортом один раз всего лишь, и попросить, чтобы они оформили форму W8B. Надо сказать, что, судя по отзывам, люди пишут, что брокеры крайне неохотно это делают, но брокер открытия совершенно спокойно это делает абсолютно точно. Обращайтесь к брокеру открытия. Вы увидите, как это сделать, dimetkovyur.com, вот там значочек И, вы увидите опционы и биржа для чайников. Туда нажмете на этот, зайдете на сайт, там как подключиться к брокеру открытия или к брокеру БКС, и, соответственно, подключайтесь и оформляйте форму W8B. Итак, значит, для того, чтобы заполнить форму W8B, мы, значит, брокеру являемся своим паспортом лично, они там сканируют паспорт, собственно говоря, оформляют эту форму и уведомляют, что у нас есть эта форма W8B. Все, она действует в течение, насколько я помню, трех лет. У меня недавно истекло вот эти три года. Мне брокер сообщил, что срок регистрации истекает, и мы ее возобновили, но я уже не ездил. Просто мы ее возобновили, я подтвердил данные. Или ездил, я уже не помню. Вот, теперь далее. Значит, итак, у меня есть подписанная форма W8B, и я плачу в США, 10% с меня берут налог на дивиденды. Смотрите, какая процедура существует для того, чтобы заплатить вот эту разницу. Для того, чтобы заплатить разницу, мы должны получить соответствующий отчет о том, какие дивиденды в США с нас взяли. И этот отчет берется у брокера вашего. Ну, я беру у брокера открытие. Брокер открытие дает мне акции эти долларовые через биржу СПБ. А биржа СПБ напрямую контактирует уже с американскими соответствующими биржами. То есть, вот такая вот цепочка. И для того, чтобы получить эту форму, отчет, годовой отчет о тех дивидендах, которые я получил, я захожу вот сюда. Личный кабинет открытия брокер, видим, да? Вот здесь отчеты и налоги. Я выбираю здесь брокерский отчет, финансово-аналитический отчет, справка по счету, детализация вариационной маржи, срочный рынок, справка 2 НДФЛ. И вот недавно, наконец, появилась справка по форме 1042-С. Это вот то, что нам надо. И мы должны выбрать при этом счет «Фондовый рынок Санкт-Петербургской биржи». Все. Вчера я это сделал. На оформление справки ушло где-то в районе минуты и получил файл PDF. Вот этот файл. Давайте сейчас мы его и откроем. Вот я открыл этот файл, который я получил. Он очень интересный на самом деле. Так, неправильно я его открыл. Давайте вот здесь мы его откроем. Вот он, этот файл. И он состоит из четырех страниц. И когда я посмотрел сюда впервые, тут вообще ничего не понятно. Естественно, все это на английском языке. Он состоит из четырех страниц. Я долго вчитывался во все эти страницы, пытался понять, чем же они отличаются. Они отличаются следующим. Дело в том, что в США, ну как вы понимаете, там бюрократия совершенно дикая. И когда еще не было всяких электронных штук, там было принято, что вот эту форму, естественно, надо при обращении в налоговую. Они выдавали ее в бумажном виде. И в бумажном виде они выдавали четыре копии одной и той же формы. Одну копию они выставляли себе, то есть я расписываюсь там, например, да, и они оставляют себе. Остальные четыре копии выдают клиенту. Поэтому все отличие между этими копиями заключается вот здесь. Ой, так, сейчас, секундочку. Вот здесь, посмотрите. Копия C для клиента и приложите для 20 federal tax return your file. К любому файлу федеральный tax return, то есть возврат по налогу. Вот эта копия предназначена attach to any state tax return your file. Для организации, которая возвращает налог в штате, в соответствующем, в котором вы живете, грубо говоря. И третья, for withholding agent, то есть, ну, это для агента, который с вами сотрудничает. Вот, ну, я думаю, что нам нужна эта копия, потому что мы сотрудничаем с налоговой США через агента. Вот, через налогового агента, которым является биржа SPB. А биржа SPB, в свою очередь, дает открытию брокер. Итак, то есть, все они, во всем остальном, они абсолютно идентичны. Смотрим, вот она форма. Foreign person, US source income, subject to withholding. Так, значит, смотрим. Здесь, на самом деле, давайте я ее уменьшу. Вот, здесь информация основная идет вот в этом районе, вот в этом районе по нашим платежам. Дальше, вот здесь вот информация о, ну, моя личная персональная информация о том, что я зарегистрирован, через кого. То есть, посмотрите, здесь через opening broker, то есть, через брокеры открытия, потом, значит, есть еще какой-то посредник PGSC Best Efforts Bank, ну, и так далее. То есть, как бы, вся вот эта вот информация, она есть. И поэтому здесь она, в общем-то сказать, нам не нужна, а нужна нам будет информация следующее. Смотрите, один income code, код получения, код поступления 06. Ну, это их внутренний код в налоговой инспекции США. Вот, дальше, цифра 2, вторая, gross income. Вот это вот самая важная цифра, на самом деле, это общее количество дивидендов, которые получены клиентам за год. Gross income, цифра 2, видите, да? Дальше. Tax rate 10. Что это такое? Tax rate 10 – это ставка налога 10%. Вот она, под цифрой 3. Chapter indicator 8, enter 3 or 4. Значит, мы выводим третью. И в третьей графе мы пишем, что 10% – это налоговая ставка. Здесь 15 – это tax rate 0, ну, то есть, короче говоря, вычеты. Вычетов у нас нет. Дальше идем. Это мой ИНН, это дата рождения, там и так далее. Здесь… Вот, все вот это вот нас не интересует, собственно говоря, то, что ниже. А интересует наш… Сейчас я увеличу. Следующие параметры. То есть, первый параметр, который нас интересует уже 48.06 – это gross income. Всего получено дивидендов. Дальше. Withholding allowance пропущено. Шестое пропущено. 7а. Federal tax withheld. Удержано федерального такса, федерального налога 0. Здесь надо поставить крестики. Checked federal withheld was not deposited with errors because… Ну, короче говоря, здесь надо было поставить галочку. Если там что-то, то, ну, галочка не стоит и не нужна. Здесь аналогично. Восьмой пункт. Tax withheld by other agents. Вот это вот очень важно. Это налог, который был взят кем? Другими агентами, то есть бюджетом США. 4,81. Ну, действительно. 48.06 на 10%. Округляем с точностью до второго знака. Получаем 4,81 доллара. Так, с меня взял бюджет США. Ну, вот налог на депозит. Дальше. Overwithheld tax prepaid to recipient percent. Ну, переплаты нет. Total withholding credit combined boxes. Вот, всего взято с меня налогов в США, всего, суммируется 7а, 8 и 9. 7а 0, 8. 4,81 и 9, 0. Получается 4,81. Вот это вот десятый пункт, десятая графа. Это сколько всего взято с меня налогов в США. Вот. Собственно говоря, все. Tax paid withholding agent amounts not with HATC instructions. Ну, не будем ничего, значит, здесь. Все остальное нас, вот насколько я понимаю, не интересует, потому что все остальное идет, куда они отправили эти дивиденды, то есть мне. Которые я получил, которые мне пришли на мой брокерский счет, в конце концов, в открытии брокер, я их вижу. Вот, то есть эти налоги 48,06 минус 4,81 я получил. Теперь, далее, что надо делать. Мы должны по российскому законодательству платить 13% от суммы дивидендов, то есть, значит, от суммы 48,06 мы должны заплатить 13%. Я умножаю 48,06, умножаю на 0,13. Я должен был заплатить налога 6,25%. 6,25% я должен был заплатить минус 4,81. Равно 1,44 доллара я должен заплатить, доплатить в бюджет Российской Федерации. Запомнили эту цифру, да? 1,44. Все. Значит, с декларацией мы пока завершаем и переходим в личный кабинет на сайте налог.ру. Личный кабинет физического лица lkf2.ru. То есть, lk это личный кабинет, fl это физическое лицо, логин. У нас налоговая работает великолепно. Налог.ру сайт совершенно шикарно работает, очень удобный, поэтому заходим в него. У вас нет задолженности, вы, значит, там, тра-та-та. Переходим в жизненные ситуации. В жизненных ситуациях пишем, подать декларацию 3НДФЛ. Вот она, декларация 3НДФЛ. Заполнить онлайн. Пишем. Так, теперь дальше. Смотрите. Данные за 2020 год это да. Значит, вы впервые да. Да. Далее. Далее мы посылаем, значит, здесь у меня есть уже мои доходы, которые в пределах РФ. Пишем за пределами РФ, добавить источник дохода. Вот она. Источник дохода номер 1. Пишем, ну, дивиденды напишем. Дивиденды. Я уже заполнял на самом деле. Выберите страну США. Соединенные Штаты. Вот она. 840-й код. Я уже это делал просто, поэтому я так делаю. Налоговая ставка 13%. Вид дохода. Дивиденды. Предоставить налоговый вычет, насколько я понимаю. Да. Сумма вычета 4.81. То есть, то, что мы уже заплатили. Сумма дохода в валюте 4806. Это я уже вносил. Значит, дальше смотрите. Графа пустая. Теперь далее. Значит, вот, выберите валюту. Сведения о валюте дохода. Доллар США. Насколько я помню, он тоже 840 имеет код. Да. 840. Курс на дату дохода и так далее. Так, 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 так. Давайте дату получения дохода. Дату получения дохода он по умолчанию ставит 31 декабря 2020 года. То есть, когда, так сказать, завершен налоговый период. Дату уплаты налога сегодняшнюю ставлю. Вот. И здесь появляется вот такая вот. Определять курс автоматически. Я ставлю определять курс автоматически. Сейчас курс этот 77 рублей за доллар. Это автоматически. Курс Центробанка она подставляет. Я вообще ни о чем не должен думать здесь. Сумма дохода в рублях по курсу ЦБ 3550 рублей. Это вот она, сумма всего дохода. И к начислению... А, нет. Значит, вот это вот мы... Сумма дохода валюта, сумма вычета. Так, смотрим. Нет. Это, значит, мы удаляем. Здесь не предоставлять вычет. Пишем. А вот здесь вот сумма о налоге уплачиваем в иностранном государстве. 481. Вот здесь я его пишу. Все. И, собственно говоря, сумма налога в рублях остается 370 рублей 86 копеек. Так, все. Мы заполнили это дело и пишем далее. Собственно, все. Дальше у нас это добавляется в общую форму 3NDFL. Ну, общую форму 3NDFL я пока не заполнял, потому что у меня еще вычеты будут. Вот в чем дело. А вот с вычетами уже все будет интереснее. Вот добавить вычеты. Я буду добавлять вычет. Здесь можно добавить вычет от инвестиций на ИИС, так называемый инвестиционный вычет. Об этом я уже рассказывал. И, значит, сейчас я уже, в общем-то, собрали мы справки обо всех платежах, которые мы заплатили за медицинские услуги. Все справки мы собрали. Это надо заказывать в каждой организации, где мы получали справки. Там дается справка соответствующая. Но это уже не является предметом настоящего видео. Об этом я расскажу позже. Если вы об этом меня попросите, если вы захотите. Но у меня там хорошенькая сумма получается. Там в районе 50 тысяч мы заплатили за услуги. А то и больше. Я уже не помню. Мы это добавим. Добавляем источник дохода. И все. Формируется у меня отчет уже в налоговой инспекции по налогам и по вычетам. И получится, что на самом деле, что здесь вот те налоги, которые я должен заплатить, у меня уже все уплачены. Ну, за исключением вот этого, сколько там, 145 рублей, то, что мы получили. Здесь у меня полиграфический комбинат, финансовые корпорации открытия и так далее, и так далее, и так далее. То есть все эти организации за меня уже заплатили налоги в бюджет. А дальше остается только налоговый вычет добавить. И получится, что я должен сейчас не доплачивать какие-то налоги, а наоборот распоряжаться переплатой. Ну, об этом уже в другом видео, опять же, если вы захотите. А сейчас я надеюсь, что данная информация будет полезна. И поэтому я предлагаю вам поставить лайк. Вот. Здесь еще что может быть. Смотрите. Здесь, может быть, потребуется прикрепить файл. Ну, вот и прикрепляем файл. Тот самый PDF-файл, который нам предоставлен. Справка вот эта вот 1042.s, которую нам предоставил брокер. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. Оставайтесь на моем канале. Будет много интересного и полезного. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok